Здравствуйте, дорогие школьники, а именно третиклассники. Мы начинаем с вами урок русского языка. Итак, для начала я хочу вам попросить выполнить такое задание. Прочитайте пословицы и вспомните их правильное содержание. То есть вам нужно соединить начало и конец пословицы. Прочитайте внимательно и вспомните. Давайте проверим, как у вас получилось. Итак, давайте посмотрим на первую пословицу. Кто не работает, тот не ест. Знакома пословица? Я думаю, что да. С ложью правда не дружит. Следующая пословица. Третья пословица. Без труда не вытащить и рыбку из пруда. И последняя. Лень добра не делает. Я думаю, каждой пословице смысл вам понятен. Итак, обратите внимание, в каждой пословице есть глаголы. Мы с вами продолжаем говорить о этой теме. Найдите эти глаголы, посмотрите на них внимательно. Что вы заметили в этих глаголах? Давайте еще раз посмотрим. Зачитаю вам эти глаголы. Не работает, не ест, не дружит, не вытащить, не делает. Я думаю, что вы заметили, что здесь все глаголы с частицей не. А что мы знаем про эту частицу не и глаголы? Мы с вами помним правило, что частица не пишется с глаголами раздельно. Вот как раз-таки сегодня мы с вами об этом еще раз поговорим. Сегодня мы с вами на уроке, тема нашего урока про описание частицы не с глаголами. Итак, давайте прочитаем стишок. Глаголу нравится читать, играть, работать и мечтать. Глаголу очень нравится все делать очень живо. Частица не красавица, но как она ленива. Она не ходит, не сидит, не шьет, не жнет и не кипит. Книг не читает, не поет, другим работать не дает. Глагол же, не любя безделие, с частицей пишется раздельно. Вот такое стихотворение, которое нам напоминает про правописание частицы не с глаголами. Итак, значит, давайте посмотрим внимательно на экран. Итак, правописание не с глаголами. Мы помним о том, что частица не приглагодает высказыванию отрицательный смысл. То есть ехал, но только стоит появиться частицами, как смысл меняется. Не доехал, то есть не доделал дело. Хорошо, давайте дальше. С вами посмотрим важные сведения. Что такое частица? Частица – это служебная часть речи. Мы с вами знаем о том, что есть самостоятельные части речи и есть служебные части речи. Без них тоже никуда нам не деться. Они обязательно важны в русском языке. Частица не придает глаголам противоположное значение, а точнее отрицательное. То есть наоборот. Поэтому частица не так и называют. Это отрицательная частица. И правописание частицы не – это орфограмма. Я думаю, что все о ней помнят и знают. Итак, посмотрите внимательно на картинки, которые вы видите. Вам какое-нибудь большое задание. Придумайте предложение, чтобы в ваших предложениях употреблялась частица не. Итак, давайте посмотрим на первую картинку, какие предложения вы могли составить. Мальчик не готов к уроку. Мальчик не знает материал. Мальчик не выучил. Я думаю, такие предложения вы подобрали. На второй картинке не опаздывать на урок. Нельзя опаздывать на урок. То есть тут правила поведения в школе. На урок не опаздывайте. Следующая картинка. И рядом с ней еще одна. Давайте предложение посмотрим. Какие, например, не играй на проезжей части. Ну и к следующей картинке. Не перебегай дорогу в неположенном месте. То есть последние две картинки вам напоминают, что вы должны не нарушать правила дорожного движения. То есть мы обратим внимание, что частица не часто употребляется в правилах, которые вы должны знать. Правила поведения в школе, правила поведения на дороге и многие-многие другие правила, которые есть. И там употребляется частица не. Обязательно соблюдайте правила дорожного движения и не нарушайте их. Итак, значит, мы с вами заметили о том, что частица не не только отрицание придает, но какой-то запрет. Давайте еще прочитаем такое стихотворение. Не известные частица всем перечит, отрицает. Как же эта озорница о глаголе мало знает. Кто-то ночью в темноте меж глаголами и не яму выкопать решил, чтоб глагол с не не дружил. Их и теперь не соединяют, пробел между ними оставляет. То есть все глаголы, которые мы знаем с вами, пишутся с не раздельно. Но мы с вами ведь еще помним о том, когда изучали это правило во втором классе, что есть глаголы-исключения. И одно из них, которое вы легко запомнили, это глагол ненавидеть. Такие глаголы-исключения пишутся слитно. Но есть еще и другие глаголы, давайте на них посмотрим, которые вам, наверное, мало известны. Но где-то когда-то они вам встретятся, или теперь вы будете знать их значение. Такой глагол, как недоумевать, это значит сомневаться из-за непонимания чего-либо, отсутствия ясности в чем-либо. То есть недоумевал. Негодовать, это значит выражать неудовольствие, проявлять возмущение, гнев по поводу чего-либо. Наверное, вы часто негодуете. Неволить, это значит заставлять, не считая желанием другого. То есть кто-то не хочет, а его заставляют, да? То есть это неволить. Недомогать, это значит находиться в болезненном состоянии. Нездоровиться, это значит находиться в состоянии нездоровья. То есть, посмотрите, есть еще и другие глаголы-исключения, которые сне пишутся слитно. А почему же, давайте посмотрим. То есть в некоторых глаголах частица не пишется раздельно. Она является частицей. Все глаголы пишутся раздельно. Но есть слова-исключения, которые без не не употребляются. Как мы говорили, ненавидит. Нет такого слова «навидит». Оно не употребляется без не и входит в корень. Недоумевать мы сегодня узнали новое слово. Оно тоже входит в корень. Но есть также, которые являются приставкой. То есть они входят в состав слова. Поэтому пишутся эти глаголы слитно. Их и называют глаголы-исключения. Запомните эти, пожалуйста, глаголы еще раз. Итак, ну давайте повторим, что мы узнали сегодня на уроке. Что такое частица «не»? Что такое «не»? Это частица. К какой части речи относится это слово? Мы знаем, что частица – это служебная часть речи. Когда употребляется в речи? То есть когда в предложении присутствует отрицание или запрет. Как мы с вами вспомнили, в правилах, да? Очень много в правилах поведения. Как пишется «не» с глаголами? «Не» с глаголами пишется раздельно, но иногда слитно. Это глаголы-исключения. Запомните их, пожалуйста. Например, ненавидеть, негодовать, неволить, недоумывать, нездоровиться и так далее. Я думаю, что вы выучите и запомните эти глаголы, которые без «не» не употребляются, входят в состав слова, и они пишутся с «не» слитно. Ну а так другие глаголы пишутся раздельно. Выучите это правило, повторите. И когда будете выполнять задание, будьте очень внимательны. Итак, на этом урок у нас закончен. Спасибо всем за внимание. До новых встреч! Субтитры подогнал «Симон» 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 ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Здравствуйте, любознательные мальчишки и девчонки! Мы с вами начинаем урок математики. Ну и, конечно же, начинаем с основного счета. Посмотрите, пожалуйста, на выражения и попробуйте вычислить. Я думаю, что вы справитесь без проблем. Эти выражения очень легкие. Так, ну давайте. Итак, первое выражение. 80 на 40 – это 2. 600 разделить на 200 – это 3. И вспоминаем, что это легко из таблицы умножения. 100 на 10 – это 1000. То есть добавляется нолик. 1000 разделить на 500 – будет 2, потому что 2 на 500 – 1000. 900 разделить на 300 – нолики прикрываем. Это 3. 3 на 300 – это 900. Следующее выражение. 420 разделить на 3. Здесь уже посложнение. Разбиваем на 300 и на 120. 300 на 3 – 100. 120 на 3 – 40. 140. Следующее выражение. 200 на 2 – 400. 240 на 2. Здесь посложнее. Опять вспоминаем. 200 умножаем на 2 – 400. И 40 умножить на 2 – будет 80. Так, ну а следующее выражение. Смогли решить? Так, какие же интересные способы вы применили? Здесь уже у нас числа не оканчиваются трехзначные, не оканчиваются нулем. Это не круглое число. Как интересно, вы вычислили данное выражение. Можно, конечно, заменить суммой и взять 243 плюс 243. Затруднились? Итак, как вы думаете, что мы сегодня будем делать с вами на уроке? Теперь мы с вами продолжим изучать способы вычисления трехзначных чисел, то есть работать над умножением. И мы с вами столкнулись с таким выражением, где нет круглого числа. И вычисления уже затруднились. Ну, давайте вспомним наш способ, который мы изучали на предыдущем занятии. Конечно же, это выражение 243 умножить на 2. Можно применить способ, который мы выполняли. То есть разбить число 243 на разрядные слагаемые. Это 200 плюс 40 и плюс 3. Все это умножить на 2. Как мы делаем? То есть первое слагаемое умножить на 2, второе слагаемое умножить на 2 и третье слагаемое умножить на 2. Получается вот такая длинная запись. Считаем 200 на 2 – 400, 40 на 2 – 80, 3 на 2 – 6. Потом это все складываем, получается 486. Запись получается очень длинная. Здесь важно не запутаться, ничего не забыть, вычислить правильно. Но как мы с вами говорили, что, как и при вычитании сложения, есть легкие способы, когда не нужно делать такие длинные записи, чтобы не запутаться и не ошибиться, то есть также мы с вами умножение можем выполнять письменно, то есть применить запись столбиком, так же, как и при сложении и вычитании. Давайте с вами посмотрим. Итак, если мы возьмем выражение, которое мы с вами сейчас разбирали, и сегодня с вами на уроке будем именно изучать письменные приемы, перейдем к письменным трехзначного числа на однозначное. Рассмотрим данное выражение. Итак, то выражение, которое мы с вами записали, можно записать столбиком. Но чтобы записать столбиком, так же, как и при сложении и вычитании, мы с вами должны помнить про алгоритм. То есть при письменном умножении записью столбик тоже будет свой алгоритм. Он немножко отличается от вычитания и сложения, но действие тоже выполняется таким же образом, по порядку. Мы должны записать и потом записать по разрядам, каждый разряд на своем месте, и вычислять по разрядам. Итак, видим алгоритм, пишу, умножаю единицы, умножаю десятки, умножаю сотни и читаю ответ. Ну, давайте потренируемся. Итак, то самое выражение. 243 нам надо умножить на 2. Записала первое произведение, под ним второе произведение, и соблюдая правила единицы под единицами. Итак, затем начинаем вычислять по разрядам. Пока умножаем единицы. 2 на 3 – это будет 6. Пишем под единицами. Далее мы умножаем десятки. 2 на 4 – это 8. Пишем под десятками. Далее умножаем сотни. 2 на 2 умножаем – это будет 4. Пишем под сотнями. Читаем ответ. Получается 486. То есть, посмотрите, этот способ такой же, как и мы с вами изучили и сложение, и вычитание. Свой алгоритм. Только здесь уже у нас умножение. Ну, а для того, чтобы правильно вычислить, конечно, вас не должна подвести таблицу умножения, которую вы должны были выучить, и вы же должны все ее знать наизусть. Итак, хорошо. Рассмотрим такие выражения. То есть, посмотрите, таким же образом мы умножаем двузначные числа на однозначные и трехзначные на однозначные. Ну, давайте выполним учисление. Посмотрим на первое выражение. Умножаем пока единицы. 2 на 4 – это 8. И 3 на 2 – это 6. В ответе получается 68. Следующее выражение. 234 умножить на 2. Опять же, по порядку умножаем единицы. 2 на 4 – 8. 2 на 3 – 6. Пишем под единицами, под десятками. И сотни умножаем. 2 на 2 – 4. Пишем под сотнями. Ответ получается 468. Хорошо. То есть, мы запись выполняем столбиком и соблюдаем алгоритм. Помним, что алгоритм – это строгая последовательность действий друг за другом. Итак, давайте потренируемся. Вам даны выражения. Попробуйте их быстренько вычислить. То есть, эти выражения очень легкие. Понадобится вам знание таблицы умножения. Кто вычислил первое выражение? Давайте проверим. Значит, первым 488 получилось. Во втором 636. Легкие способы приема умножения. И в третьем выражении 884. То есть, здесь очень все просто. Таблицу умножения знаем. Умножаем по-разрядно. Пока единицы, десятки и потом сотни. И читаем ответ. Хорошо. Давайте дальше посмотрим. Еще раз повторим алгоритм. Итак, значит, запись столбиком выполняется. Умножение. Смотрим. Пока записываем. Первое произведение. Под ним второе. Ставится вот такой крестик. Умножение. Не точка. А именно крестик применяется. При умножении столбиком применяется знак умножения крестиком. Итак, пока умножаю единицы. 3 на 1 будет 3. Пишу под единицами. Дальше умножаю десятки. 3 на 2 это будет 6. Пишу под десятками. И затем умножаю сотни. 3 на 3 это будет 9. Читаю ответ. Получилось 963. Значит, этот алгоритм вам нужно будет запомнить. Посмотрим на следующее выражение. Итак, а как же вычислить такие выражения? Обратите внимание на экран и посмотрите. Что мы видим? Если мы будем соблюдать алгоритм, начинаем с единиц. Смотрим. 2 на 7 сколько получится? Получится 14. Так, а как мы это будем записывать? То есть, посмотрите. Здесь мы уже должны с вами вспомнить аналогично, когда мы делали сложение. Когда у нас при вычислении единиц получалось двузначное число, что мы делали? Мы 1 брали в уме. Так, ну это точно так же умножение. 7 на 2. Начинаем с единиц умножать единицы. 7 на 2 будет 14. 4 пишем, 1 в уме. Ставим его. Пишем над десятками. Итак, дальше умножаем десятки. 2 на 6 это 12. Да еще один у нас был в уме. Поэтому будет 13. 3 пишем под десятками. 1 в уме. Уже переносим над сотнями единичку, чтобы не забыть. Ну и потом переходим к сотням. Умножаем сотни. 2 на 2 умножить. Это будет 4. Да у нас еще один в уме. Будет 5. И читаю ответ. Получилось 534. То есть, когда нам встречаются будут такие выражения, мы обязательно должны записывать, что у нас один в уме. И об этом не забывать. Ну и самое главное, конечно же, помнить про алгоритм. Это очень важно. И обязательно правильно надо записывать выражение, что, где пишем. Когда вычисляем единицы, пишем под единицами. Если перешли к десяткам, пишем под десятками. И сотни вычисляем, пишем под сотнями. Это самое главное. Это очень важно. Об этом помните. Итак. Хорошо. Ну давайте подведем итог урока. Итак, что мы сегодня с вами нового узнали на уроке? То есть, мы с вами сегодня перешли уже к письменным приемам умножения. Сегодня мы с вами рассмотрели умножение столбиком трехзначного на однозначное. Что для этого нужно знать? Конечно же, мы должны знать алгоритм письменного умножения. И соблюдать его обязательно строго. Пока пишем, записываем правильное выражение столбиком. Помните о том, что знак умножения используется крестиком. Вычисляем единицы, умножаем потом десятки и умножаем сотни. Итак, ну еще для этого нужно знать, чтобы правильно вычислять, конечно же, таблицу умножения. Чему научились сегодня на уроке? Мы с вами научились записывать умножение столбиком и вычислять такие выражения. Обязательно потренируйтесь. В ваших учебниках дано это правило. Дан алгоритм, как выполнять умножение столбиком. То есть, письменные приемы умножения трехзначного на однозначного. Итак, я желаю вам удачи. Всего доброго. До свидания. Спасибо за внимание. Субтитры создавал DimaTorzok